Как дизайн происходят? Вместе с тем, как ты иногда делаешь? Ты у меня спрашивал уже про уровень нормы, а я еще рассказывал про контекст. Это что, типа, смотри эти работы на Behance, Dribble и так далее. А что, ну, бывает, что у тебя прям совершенно нету желания, даже после того, как ты посмотрел эти работы, совершенно нету желания садиться за проект и не прет. Тупо не прет. И здесь тогда тоже можно посмотреть в сторону психологии, а именно понять, что такое вдохновение. Вдохновение – это новая идея. Новая идея – это энергия. Ну, то есть энергия как нам приходит? Это в виде денег, в виде каких-то новых контактов, новых возможностей, в виде идей. Ну вот, да. Идея – это, короче, эквивалент энергии. Если идея не приходит, значит энергии нет. Нужно смотреть тогда, почему у тебя энергии нет. Я вижу, например, две причины. Ты либо устал, либо ты не туда идешь. Как понять, устал ты или нет? Если ты вечером приходишь домой и берешь себе баночку пива, садишься смотреть сериал, ты не отдыхаешь. Если так долго, скорее всего, ты как бы на самом деле устал. Если ты в субботу, воскресенье, в выходные занимаешься работой, либо паришься по поводу работы, да, даже если ты там отдыхаешь день на пляже, ты тоже не отдыхаешь, ты устал. Если у тебя мало физической активности, значит, скорее всего, тоже причина в том, что… Ну, причина усталости именно в этом. Вот. Ну, то есть, скорее всего, ты устал. Чего еще? Если ты не был в отпуске год и более, стопудово ты устал. Поэтому, значит, нужно как-то организовать свой собственный отдых. Вот. Еще один, может быть, фактор, то, что у тебя башка забита всякой фигней, и настолько, что у тебя новые идеи, а не просто им некуда залетать. Вот. Ну, ладно, про это позже. Сейчас про отдых. Короче, если тебе кажется, что на самом деле ты устал, во-первых, убери алкоголь, не пытайся решить проблему алкоголем, потому что это, да, это будет… Ну, это только отодвинет проблему на потом. Вот. Во-вторых, ты можешь подумать, что тебе нравится делать и от чего ты получаешь энергию. Например, мне нравится гулять, и я после прогулки чувствую себя как-то разгрузившимся и отдохнувшим. Мне нравится там заниматься глиной, хотя я это делал пару раз в жизни, но после этого я чувствовал, короче, себя полностью прям вот в восстановленном. Очень круто. Массаж там, ну и все вот это вот прочее. Пойми, что у тебя восстанавливает энергию, и если это прогулки, начни каждый день по полчасики гулять, вот как я сейчас делаю. Конечно, я так сейчас делаю, всем рекомендую, да. Отлично. Вот. И показатель того, что ты отдохнул, тебе начнут залетать идеи какие-то. То есть, если к тебе пришел проект, ты его взял, ты чувствуешь, что у тебя нет вдохновения, ты идешь гуляешь до тех пор, пока тебе что-то новое не залетит. Ждать то, что залететь не надо. Как залетит, так залетит. Но если залетело, ты понимаешь, что, значит, я отдохнул на сегодня, по крайней мере. Завтра ты делаешь то же самое. И вообще есть техника, называется котелок. Когда ты берешь какую-нибудь задачу, если у тебя не прет, ты просто ее формулировку закидываешь, ну, то, что просто ознакавливаешься задачей, прочитал ее, да, и идешь делать что-то не связанное вообще с дизайном, с работой. На пляж, погулять, там, покататься на велосипеде, на роликах, чего угодно. Только не работа. Уборку делаешь что? Ну, тоже помогает, да, но меня уборка выносит. То есть, я устаю вообще дико от этой уборки. А если вы посмотрите на таких творческих чуваков, которые жили в прошлом, каких-нибудь писателей или изобретателей, то вы поймете, что они работой занимались меньше, чем отдыхом. То есть, отдыха в их жизни было больше просто потому, что когда ты закидываешь задачу сначала, тебе нужно как бы сознание разгрузить, а подсознание загрузить. И подсознание работает, когда ты не работаешь. Дальше по поводу того, что мозг загружен. Возьми лист бумаги, и пропиши все-все-все задачи и мысли, которые у тебя в голове по поводу всей твоей жизни в целом. Погулять с собакой, купить новые колеса, отвезти, короче, коляску бабушке. Ну, вообще, все дела, которые у тебя есть, а особенно, ну, из них ты просто поймешь, там, например, те дела, о которых ты думал очень давно. Например, там, я думал, там, один год отполировать фары. Серьезно, у меня вот в списке было записано год назад отполировать фары. Я это сделал только вот недавно, когда я начал всерьез заниматься вот разгребанием вот этого стека. Короче, у меня даже как-то были моменты, когда я выписывал задачи, у меня их было около 60. Ну, то есть 66-67 задач. Ну, от руки просто берешь, выписывать можно, не от руки, пофигу. Вот. И большое количество задач в стеке это уже показатель того, что у тебя стек занят. Ну, стек в смысле, свободная оперативная память. И именно поэтому у тебя не залетают новые идеи и нет вдохновения. Вывод. Ну, ты записал, потом нужно этот стек разгребать. За раз разгребать не обязательно, если тебе это некомфортно. можно делать по одной задаче или одной подзадаче в день. Но главное делать. И тогда ты будешь это, ну, движение создавать в этом стеке. И у тебя в начале этого стека будет образовываться, ну, как бы, свободное пространство, куда могут залетать полезные задачи. И ты их точно так же будешь делать по этому стеку. Вот. Это второй фактор. Третий фактор, ты не туда идешь. Например, ну, это просто, ну, ну, как сказать, и просто, и сложно одновременно. Это по поводу честности по отношению к себе. То есть, ты себя как бы не обманул ли ты где-то себя, не наколол ли ты? Потому что, например, вот, ты такой берешь проект по, не знаю, какого-нибудь заказчика по табакокурению, ну, по сигаретам. Ты понимаешь, что, ну, внутренне тебе, например, эта тема не нравится. то есть, ты такой не куришь, и, короче, ты за здоровый образ жизни, да? Вот. Ладно бы, если бы ты курил, и такой, тебе было бы это в кайф, и ты такой, ну, ладно, я как бы возьму этот проект, чем, нормально. Вот. Ну, например, тебе не нравится. и ты понимаешь, что ты этот проект взял, потому что либо там деньги, либо там проект для портфолио от известного бренда, но тебе его делать стрёмно. И у тебя точно будут проблемы вот в процессе этого проекта. И у тебя точно будет сложно с вдохновением. Поэтому получается принцип посмотри, комфортно ли тебе это или нет. Не бери то, что тебе некомфортно. Не надо обманывать себя. Не надо работать только ради денег. Ну, вот, как-то так.